Слева от меня стоит Рустам Керимов, который сегодня сделал заявку на нокаут вечера. Рустам, поздравляю. У тебя был очень серьезный соперник, Турал Рагимов. Расскажи, как готовился к бою и ожидал ли, что так все закончится быстро? Спасибо большое за поздравление. Я, честно сказать, немножко не ожидал, что будет так. Я вообще настраивался до конца драться, но выложиться, и, как сказал мой тренер, либо ты выигрываешь, либо ты там умираешь. Я на это настроился и выиграл. А готовился я в клубе «Дагестан Файтер». Я ходил в клуб «Горец». Спасибо тренеру Шамильову, Лебатырову, тоже моему тренеру Мансуру Чакаеву. Очень много ребят мне помогало. Вот я со многими клубами как бы дружу. В ближайшее время я планирую еще и поехать в «Беркут», потренироваться с ними. Спасибо. Многие ребята помогают со мной искренне, и также это все взаимно. Рустам, у тебя теперь рекорд 6-0, у тебя ни одного поражения. Это победа, это такая большая заявка. Расскажи, претендуешь ли ты в следующем бою на чемпионский пояс или хочешь еще взять пару боев для разгона? Мне нет разницы. Честно сказать, я готов. Я считаю, что я готов, потому что я вкладываю в себя очень много труда, и только я это знаю, насколько я работаю. А так, если лига даст добро, то я на старте. Расскажи вообще про соперников, которые у тебя, ну, предполагаем, будущее. Это есть Борисов, если это не чемпионский бой, да? Есть Магомедов и есть Петр Ян. С кем бы из них больше всего хотел подрать? Ну, сразу скажу Магомедовым. Я с Магомедовым кушаю с одной тарелки. Это мой брат. И мы помогаем друг другу не в первый день, не в первый год. С Петром Яном с удовольствием. Я подрался. Он очень сильный. Не потому что я вот сейчас там очень крутой там или что-то, потому что он достойный парень, и я хочу драться с достойными. Я готов. А другие ребята, как лига посчитает правильным, то я согласен. Скажи, как думаешь, получишь сегодня бонус за нокаут вечера? Это все от лиги зависит. Если честно, я не гонюсь за этим. Мне главное было выиграть. Хвала Всевышнему, я выиграл. Спасибо моим родным, близким, кто помогал. Мне очень много помогали ребята. Спасибо тебе большое. Ждем твоих боев в катагоне. И еще у меня вопрос. Турал, когда ты его нокаутировал, он был не согласен с решением судей. Если Турал предложит тебе реванш, есть вероятность, что ты согласишься? Ну, каждый сейчас может предлагать реванш, но для меня я бы не хотел вообще, изначально не хотел бы с ним драться, не хотел. Так как, ну, у меня с ним теплые дружеские отношения, но так как я уже готовился пять месяцев, и у меня не было выхода, он был без соперника, и я, ну, пришлось подраться. Также, если бы даже я проиграл бы на воле Всевышнего, то так же бы я его обнял бы, и он меня обнял бы, и ничего не было бы как бы у нас. То, что, да, он, может, не согласен, но это его мнение, и, ну, был судья в катагоне, он это все решает. Не я же решаю, не я остановился, остановил рефери, я остановился. Да, теперь отпускаю тебя праздновать. Спасибо тебе еще раз большое.